Как бы вам так сказать, чем еду в новую конюшню, посмотреть там условия для постоя. Понимаю всю ответственность решению стать коневладельцем. Что я хочу видеть в конюшне, в которую потенциально поставлю свою лошадь. Что мне не понравилось в конюшне? Тем, что нельзя снимать комментарии тренера. Тоже важно, чтобы тренер был более лояльный к съемкам. То есть я сейчас выписываю все плюсы, все минусы. Всем привет! Вы на канале Дневника на блогера и с вами Мариша МТ. Сегодня у нас очередной влог. Как бы вам так сказать, еду сегодня не в Новокузнецк, а по направлению к этому городу, но не доезжая до него. В общем, еду в новую конюшню, для меня в новую, за тем, чтобы посмотреть там условия для постоя. Хочу посмотреть, в принципе, на их территорию. Там меня встретит сегодня девочка, у которой тоже есть своя лошадь, серая кобыла. И она вот буквально на этой неделе туда переставила лошадь. Когда я выкладывала свой инстаграм, что я ищу конюшню там, где можно потренироваться, она мне написала прям длинные сообщения, где зарекомендовала эту конюшню. В плане, что, ну и как и постой, и как тренировки. Но так как тренировки сейчас меня уже не интересуют, потому что я записалась в конюшню золотая подкова и хожу сейчас туда тренироваться, то сейчас мне больше актуально найти конюшню, которая мне подойдет для постоя. Вот. У меня есть мои какие-то отдельные критерии для идеальной конюшни, которой, к сожалению, у нас в городе нет. Но вот эта конюшня, в которую я поеду сегодня, она, в принципе, более-менее приближенная к этим критериям. Так что, надеюсь, мне понравится. В течение всего ролика я вам, наверное, как-то буду рассказывать про все эти критерии. И вы поймете, чего я хочу. Приятного вам просмотра. Сейчас мы зайдем в пятерочку. И, в принципе, уже будем отправляться. Сейчас мы зашли, хотим взять что-нибудь. Попыт. 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 Попыт это попить. Что ты будешь? Сок? Сок. Взять. Смотри, манго. Вот манго. А вон клубника. Все. Взяла какой-то напиток странный. Первый раз буду пробовать. Ну, по типу, наверное, как напиток алоэ. Мне он очень нравится. Так, короче, у нас автобус уже 10 минут. Мы приехали в соседний город, тоже на автобусе. Ну, до которого нам 15 минут. А еще я думаю, что это видео будет очень полезно для начинающих коневладельцев. Или тех, кто в будущем хочет приобрести себе лошадь. Узнать, каким должен быть хороший постоев конюшни. Какие условия, потому что далеко не все конюшни, как оказывается, идеальны для постоя. Как я уже сказала, практически все конюшни в Новокузнецке мне лично не подходят. Именно если рассматривать в плане постоя. В плане тренировок очень и даже хорошо. Можно есть выбор. Первый критерий, это, конечно же, расстояние до конюшни. Мне не очень бы хотелось, чтобы конюшня располагалась где-то в полтора, в два часа езды от меня. А это уже, в принципе, все конюшни, которые дальше фаворита. До фаворита, считайте, добираться от моего дома до самой конюшни 2 часа. Я не рассматриваю конюшни из моего города, в том числе и постой у Иры, потому что у Иры просто-напросто нет места. Летом, конечно, можно было бы, но, опять же-таки, в конюшне, допустим, места нет. Диняки, чтобы, например, спрятать лошадь летом от дождя или просто, чтобы она ночевала в конюшне, места не будет. Так было бы, конечно, идеально, потому что мне до Иры 7 минут ехать. Остальные конюшни в моем городе тоже мне не подходят по некоторым критериям. Сегодня я еду смотреть конюшню, которая находится от нас в 40 минутах езды. Ну, это, считая, от вот этого города, в котором мы сейчас находимся, до этого города нам нужно еще доехать на автобусе или на машине. На автобусе где-то минут 20, на машине минут 10. В общей сложности 40 минут или 60 нам нужно, чтобы доехать до той конюшни. Так что по этому критерию мне, в принципе, подходит эта конюшня, потому что, ну, если по остальным условиям мне все подойдет, то я смирюсь с тем, что до конюшни нужно будет ехать целый час. Но если ехать туда на машине, то это еще быстрее. А может быть, вообще, когда я сейчас дам на паровай, буду сама туда гонять. Ну, не знаю, в принципе, уже могу. Чтобы нам с тобой не потерять связь, обязательно подпишись на мой канал Яндекс Дзен, куда дублируются все видео с Ютуба, а также мой Телеграм-канал, где все последние новости и ссылки, а также оповещения без боев. Мы уже почти приятно. Мы уже по-моему, по-моему, по типу проектов, так не снижается, не так летает время, это, наверное, в два раза меньше, чем нам будет. Где мы? Короче, автобус остановил все-таки на новой остановке, которая прям очень близко к конюшне. И сейчас буду писать девочке, чтобы она нас встретила. Ну, как-то так все выглядит. Конюшня, я так понимаю, где-то в той стороне. Еще хочу сразу сказать, что я пока не купила никакую лошадь. Просто я довольно ответственный человек в этом плане. Я понимаю всю ответственность решению стать какими-владельцем. Поэтому я заранее хочу определиться с конюшней, с постоем, чтобы уже понимать, куда мне потенциально ставить лошадь. Здесь теплый муличник. Там мы занимаемся. Здесь была ревада. Так, ну, собственно, вот. Сейчас пока денег свободных нет, но это опять временно, потому что с того пыла тоже есть. Эти, они едут. Тебе головы? Давайте. 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 Посмотрим. Примocer. Соколь серий. Был, был. Примocer. Был, был. 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 Сколько лет? Семь. Мы точно не знаем дату рождения. Потому что мы были сняться. Я с вами покажу. Это вот учебная лошадка сегодня. Тут, наверное, на ней пробую заниматься. Леди. Это вот милинок, который мы воспроим. Какая-то большая вообще. Вообще волос огромные. Может зайти они в принципе? У него может родители такие высокие? Ну вот у него мать Лидия. А отец я не знаю. Так вот здесь у нас Третья мальчика. Третья мальчика. Третья мальчика. Они используют покор. Тут хотят все переделывать. Что-то все убирать лично. Красиво. Устраивать. Угу. Угу. Это как? Что вообще? Типа как гараж? Умогать. Ухранник. Вот он все будет зачищать. Сделать тут песчаный плакок. Территорию уже откупили? Ага. Сейчас только снег растает. И пока почки не распускались, сразу все будет зачищать и убирать. Уardo трактор есть. Вопрос времени просто. Потому что вот эта вот территория, она тоже вся плачет, для застройки домов. И поэтому, как бы, у меня есть яйца. Ага, можно скорее. Мне тут неожиданно предложили потренироваться. Боже мой, я забыла про него. Наверняка в целом, и еще и они еще раз в целом. Что может быть яそうですね, просто двигать. Лучше. Лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Мы буквально часик побыли в конюшне Сначала мне показали все, где находится аммуничник, где сама конюшня Там все в процессе стройки-перестройки И вроде летом будут как бы там достраивать и конюшню сделать, и леваду Планов типа много Я даже внезапно позанималась, мне предложили попробовать потренироваться Чисто минут 40, наверное, где-то, может полчаса даже Меня посадили на лошадь в выездковом седле Я в нем сидела первый раз в жизни Мне, кстати, понравилось, ничего так И у самой лошади аллюры приятные, она выезжена хорошо И, к сожалению, вы извините уж, но заснять тренировку не получилось Потому что нам сначала сказали, что как бы тренер не хочет сниматься И ее комментарии тоже нельзя было вставлять в видео И типа сказали, что можно снять, но только меня и вот без комментариев Моя мама сначала не поняла и как бы ушла Потом пришла под конец тренировки И все-таки поснимала Очень жалко, конечно, что меня не сняли Потому что там я пробовала ездить и Галопом, и Рысю И в учебной посадке И прям вот поняла, как этот внешний повод держать Правда, только ездой направо Я это поняла Вот езда налево немножко не получалась Но это потому, что там у лошади кое-что В принципе, ну, конюшня неплохая И мне нравится то, что летом на пастбище Лошадей уводят, пастись и привязывают Этого, по-моему, нет ни в какой особой конюшне у нас на Кузнецке Вот это как бы один из важных критериев Чтобы лошадь послать летом на пастбище И просто на постоянке Но, не знаю, буду, в общем, обдумывать Ну, по сравнению с Новым Кузнецком Добираться до сюда довольно быстро Я даже не заметила, как мы так быстро приехали И вот от остановки совсем недолго В общем, буду размышлять Пишите в комментариях, как вам это конюшня И было ли полезно ли вам это видео Всем снова приветик Отдельно записываю эту часть Продолжение влога, так как он получился у меня коротеньким Сейчас я хочу вам рассказать вообще, в принципе, про мои критерии для постоя Что я хочу видеть в конюшне, в которую потенциально поставлю свою лошадь Ну и, в принципе, я думаю, многим из вас также понадобится эта информация При подборе конюшни для постоя Она, так сказать, универсальная Давайте, наверное, подведем итоги конюшни, которые я рассматривала в этом видео Во-первых, чем она мне подошла? Удобным местоположением Потому что до нее ехать всего 40 минут Ну, намного меньше, чем до Нового Кузнецка Может быть, даже в два раза где-то Остановка находится прямо возле конюшни Идти до нее минуты две Есть большой открытый плац, где можно будет заниматься тренировками верхом Летом лошадей водят на пастбище Есть поляны, есть рядом места, куда могут водить лошадей И как бы это делают со всеми лошадьми, как я поняла То есть, всех их уводят и с шести утра они там стоят, как я поняла Вот, это тоже очень хороший пункт Потому что не в каждой конюшне водят пастись лошадей на целый день Также сено дают волю То есть, всегда подкладывают его в денег, если у лошади закончилось И, по словам частника, ответственный персонал То есть, люди на конюшне всегда следят за лошадью Как она там себя чувствует Все ли нормально в денег или чисто и так далее Запоминайте, что мне понравилось в этой конюшне Потому что это одни из моих критериев Чем мне не понравилась конюшня? Тем, что немножечко не для съемок выглядит помещение Очень маленький аммуничник теплый, сарайчики, но зато теплый Еще есть, кстати, горячая вода Сама конюшня тоже, ну, как сарайчик Но к лету планируется перестройка или же стройка новой конюшни Двухэтажной, как даже мне сказали Неплохо, неплохо Но пока на данный момент мне эта конюшня так 50 на 50 То есть, также там нельзя снимать комментарии тренера Собственно, поэтому я не засняла свою тренировку Потому что сказали, типа, ну, там есть какие-то свои секретики Типа, когда ты комментируешь тренировку, это снимать нельзя Но мне тоже важно, чтобы тренер был более лояльный к съемкам Потому что, где я и поставлю свою лошадь Там я и, скорее всего, более вероятно буду тренироваться верхом Я люблю снимать свои тренировки и выкладывать это на канал, как вы заметили И поэтому это довольно такой значимый пунктик для меня Также мне понравилось что там, нет, пока что Левад Ну, мне сказали, что она там была Но, опять же таки, будет планироваться стройка Левады В принципе, в основном это все Сейчас пройдусь по остальным критериям, которые я еще не упомянула Помимо всех, что я уже ранее сказала Мне еще важно, чтобы у лошади был постоянно доступ к воде Желательно вообще автопоилка, если это в Денике И в Леваде, чтобы стояла бочка с чистой водой постоянно Чтобы опилки были в Денике более крупные, а не как мука Типа, можно не какать, пожалуйста Для лошади намного лучше, когда опилки Именно не опилки, а стружка, так сказать Ну, как я заметила, на конюшнях, в которые я сейчас хожу Там всегда по-разному То есть, наверное, какие мешки попадаются Где-то мелкие, где-то крупные И там как повезет, наверное И следовательно, чтобы в Денике был хороший слой опилок И чтобы постоянно убирались Там два раза в день, или просто раз в день Или по мере загрязнения Очень актуально будет крытый манеж или бочка У нас есть несколько клубов в городе, где есть и крытая манеж и бочка Но при этом, если есть крытая бочка Мне очень важно, чтобы был открытый плац Круглосуточный, круглогодичный, так сказать То есть, не только чтобы летом можно было заниматься, но и круглый год Не в бочке, а на улице тоже Это необязательное условие, чтобы был какой-то закрытый манеж или бочка Для тренировок или работы в руках Но это очень-очень было бы кстати Потому что зимой бывает холодно Бывает очень часто погода такая, что нет грунта Также дополню, что поляны, где лошади будут пастись летом Должны быть расположены на безопасном расстоянии от машин От всяких рельс, поездов В общем, в безопасном месте Можно даже подальше от людей Чтобы никто к ним не подходил особо Ну и чтобы этих полянок было, собственно, много Чтобы за все лето было разнообразие Куда привязывать лошадь, чтобы в одном месте она съела траву Переставляешь ее в другое Ну и чтобы от конюшни эти поля не особо далеко находились Чтобы долго не топать Также очень важный пунктик Это чтобы была цивильная конюшня Как я ее обозвала То есть мне не нужно, чтобы это было прям лакшери Я не знаю, как у нас тут в джампе Просто чтобы было все приличненько выглядело Например, даже как у Иры Вполне нормально Ее вот эта вот новая конюшенька Конечно, особо не важно, где стоит лошадь Главное, чтобы она гуляла много И все садные потребности у нее были закрыты Но приятно было бы снимать на видео Именно вот конюшню, которая выглядит более-менее приличненько Следующий пункт это левады Наличие левад в конном клубе И желательно не одну, а несколько Потому что у меня, допустим, вдруг будет лошадь-жеребец Чтобы можно было его на какое-то время Пока его там, допустим, не кастрируют Или еще что-нибудь Чтобы он мог стоять один Чтобы, например, в весенний период Чтобы он не покрыл никаких кобыл Но все равно при этом гулял Либо возможность стабунивать с лошадьми Чтобы он гулял с миринами Потому что, как я вообще заметила По своему опыту в конюшнях Если там всего одна левада То лошади гуляют далеко не весь день То есть они гуляют по очереди Одного вывел он, два часа погулял, завели Другого вывели, два часа погулял, завели Вот, мне такое не нравится Не нравится Я хочу, чтобы моя лошадь гуляла весь световой день А то и вообще все 24 часа в сутки Если хорошая погода Почему бы и нет Так что очень желательно, чтобы левад было несколько Чтобы была возможность гуливать лошадей подольше В принципе, я рассказала все критерии Наверное, я все-таки что-то забыла Если забыла, возможно, озвучу поверх этого видео Но в целом, как-то так Может быть, кому-то покажется Что я описала слишком идеальные условия И таких конюшен очень мало вообще в России Но, блин, это базовые потребности для лошади И, по сути, такое содержание должно быть в каждой конюшне По-хорошему Яблочко, будешь? Как вы знаете, большинство конюшен у нас находится в Новокузнецке Не в моем городе Новокузнецка за соседние, в которые мне ехать где-то полтора часа Куда я сейчас езжу на тренировки Там есть несколько конюшен И те, которые находятся более-менее близко ко мне Я их рассматриваю для постоя То есть я сейчас выписываю все плюсы, все минусы этих конюшен Также рассматриваю некоторые конюшни в моем городе Плюс и минус И пока буду определяться, какая конюшня мне все-таки подходит больше всего С какими минусами я готова смириться Или, может быть, их как-то можно устранить, исправить Надеюсь, это видео было вам полезным Пишите в комментариях свои критерии для постоя Что важно для вас А, и, кстати, я хотела подметить, что мои критерии для постоя Это для хобби лошади Не для спортивной Просто лошадь для души Потому что, например, для спортивной лошади Возможно, критерии немного отличаются Да, по-любому отличаются Там много нюансов Что-то я, как всегда, не записала концовку видео В общем, посмотрите наши успехи с трюком улыбка Как ее уже делает Хардин И на этом будем заканчивать видео Всем спасибо за просмотр Пишите комментарии Поддерживайте это видео лайком И не забывайте про мои остальные соцсети Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok